В прошедшую субботу многие жители Латвии расположились у экранов своих телевизоров, чтобы понаблюдать за конкурсом «Золотые таланты Латвии», который транслировала телекомпания ЛНТ. В этом году победителями стали представители Венсполского края – братья Ансис и Арвис Дермаки, продемонстрировавшие искусство вело-триала. Братья не особенно рассчитывали на победу. Казалось, что мы не победим, что победят другие. Наше представление не казалось нам лучшим. Мы бывали в более экстремальных местах, там было поинтереснее. Для нас это шоу было серым. Мы сто раз в день его делаем, нам оно уже надоело. Оттуда приехали, посмотрели на других – о, у них такое шоу, а у нас так бледно. Приз – 5000 евро. Ребята планируют потратить на самосовершенствование. Назрела покупка новых велосипедов, поскольку старые уже отслужили свое. Велосипеды для вело-триала отличаются от обычных. У них намного прочнее и фиксирование тормоза. У них есть картер, которого нет у простых велосипедов. У них нет седла. А в остальном он, как обычный велосипед, только легче и прочнее. В шоу «Золотые таланты» каждый год участвуют мастера вело-триала. Это уже стало своего рода традицией. Своим менеджерам братья в шутку называют маму, а в конкурсе талантов их поддерживала вся семья. Режиссером была мама. Препятствия делали мы вместе с папой. Трюки придумывали сами. В общем, в создании шоу участвовала вся семья. Весь конкурс мы говорили, что самое главное – это проделанная работа. А денежный бриз, который они получили, это просто приятный бонус. При подготовке они научились слышать музыку, чувствовать ритм. Раньше этого не было. Главное, что они познали то, чего не знали до сих пор. Вело-триал – экстремальный вид спорта. Но мама Ансиса и Арвиса не беспокоятся. Она знает, что сыновья почем зря не рискуют. Экстремальным этот вид спорта был бы, если бы все было на большой скорости. А здесь все происходит небыстро и продуманно. Это очень интеллигентный вид спорта. Без работы мозга там ничего не сделаешь. Одной силой результата не добьешься. Бывали случаи, раны зашивали. Но самая большая травма была у младшего. Он выбил зуб во время катания на велосипеде. Это было настолько нелепо. Но так может случиться и во дворе, и во время игры, и без велосипеда. Победа в конкурсе талантов – долгожданное признание, за которым стоит многолетний труд. В последние годы велотриал немного утратил популярность на фоне других экстремальных видов спорта. Раньше в Венсполском крае было по меньшей мере 30 представителей этого направления. В Усме, Угол и Пузы. А сейчас их значительно меньше. Победа Арвиса и Ансиса возможно возродит булую популярность велотриала в окрестностях Венсполса. Ведь благодаря их успеху в конкурсе, теперь в Латвии знают, что у маленькой Усме в ангаре тренируются звезды триала мирового уровня. В прошлом году титул чемпиона мира, в этом году третий в общем зачете. А у брата тоже хорошо идет в Латвии. Он чемпион Балтии, чемпион Латвии в этом году и в прошлом. Мама братьев рассказала, что велосипед – объединяющий элемент для обоих. Даже когда ребята ссорятся, велосипед помогает им примириться. На соревнованиях и на различных конкурсах конкуренция между братьями только здоровая. На волне успеха братьям поступили предложения поучаствовать в различных шоу. Планы есть на все лето. Самые большие расходы связаны с транспортом, сносами за участие в соревнованиях и экипировкой. Чтобы достичь высоких результатов, тренироваться необходимо регулярно. Летом братья занимаются каждый день, а в холодный сезон – как минимум три раза в неделю. При любой возможности пользуются велосипедом и как транспортным средством.